Кто бы носил подобные очки? Это главный вопрос на новой выставке в израильском городе Халон. Аксессуар представили во всех возможных видах и материалах. Участвовали 50 дизайнеров, среди которых и ювелиры, и архитекторы. Их попросили выразить собственное видение того, что значат очки для современного человека. Металл, дерево, ткань, даже сочетание воды и стекла. Каждый участник придумывал свои комбинации материалов. Думаю, это в некотором роде новый взгляд на израильский дизайн. Не помню, чтобы в последнее время столько дизайнеров одновременно создавали разные варианты одного объекта. Некоторые из таких очков наденет не каждый. Другие – более практичные, например, эти. Они интегрированы в накидку, которую можно использовать в ходе протестов для защиты от слезоточивого газа. А этот дизайнер черпал вдохновение в своем окружении. Каждый тип очков создавал под образ живущих рядом с ним людей. «Вы можете увидеть Ханну. Это еврейская женщина, которая эмигрировала в Израиль и очень удивлена, гуляя по улицам. Здесь есть авнер – плотник, который работает с деревом. То есть, каждая пара очков представляет отдельного персонажа. Более того, я работаю с материалом, который обычно используют в создании мебели». Первое упоминание об очках датирует 1268 годом. Оно было обнаружено в Италии. За несколько веков очки стали не просто способом улучшить зрение, а выражением собственной индивидуальности. Выставка будет продолжаться до конца апреля этого года.